Румыния Румыния – это государство, расположенное в восточной части Балканского полуострова, в юго-восточной части Центральной Европы, на Нижнем Дунае. На юго-востоке омывается водами Черного моря. С древних времен недра Румынии были богаты углеводородами. Об этом свидетельствуют следы нефти, найденные при проведении археологических раскопок на керамических плитках, датируемых вторым столетием. Поселок Суплаку-Дибакэл называется и маленьким Далласом, потому что расположен на богатейшем нефтяном месторождении в Румынии. А региональные поступления в государственный бюджет составляют 1% от общих поступлений Румынии. Мобильная термодесорбционная станция типа СДТ-10М предназначена для очистки почв загрязненных углеводородами. Она задумана как мобильная рабочая станция и может быть транспортирована с места на место с помощью 9 автопоездов. Необходимое время установки минимально, поскольку станция не требует фундамента, а электрические соединения между машинами осуществляются с помощью розеток. Нефтяной шлам содержит жидкие отходы и твердые отходы. Жидкие отходы экстрагируются с помощью осенизационной автоцистерны с целью транспортировки для переработки с помощью двухфазной установки с центрифугой. Бифазный декантатор. Нефтешламы экстрагируются экскаваторами и загружаются в грузовики с целью транспортировки на производственную площадку, где установлена станция по термодесорбции. Транспортировка опасных отходов обеспечивается с помощью специально предназначенных грузовых автомобилей или септиков в соответствии с действующими законодательными требованиями. Груз с опасными отходами взвешивается перед его разгрузкой на площадке десорбции с целью определения точного количества отходов, подлежащих обработке. Жидкие отходы сливаются в бетонный декантатор, где они подвергаются процессу двухфазного разделения с помощью двухфазной установки с центрифугой. Полученная жидкость доставляется потребителю для гидротации обработанной почвы. Полученные твердые отходы транспортируются для дальнейшей переработки на станции термической десорбции. Твердые отходы выгружаются из грузовиков на платформу для временного хранения с целью их кондиционирования. Твердые отходы смешиваются со специальной добавкой гидравлическим вякущим веществом с целью их дегидратации и подготовки к процессу просеивания. Осуществляется с помощью мобильной установки для просеивания таким образом, чтобы подготовленный к десорбции материал имел максимальную фракцию 5 см. Кондиционированные и просеянные отходы транспортируются на экскаваторе в загрузочный бункер для десорбции, где начинается очистка почвы, шлама от углеводородов. Загрязненная почва извлекается из загрузочного бункера с помощью специального конвейера с регулируемой скоростью. Извлеченный материал загружается в десорбер с помощью двух конвейеров. Один из этих конвейеров располагается под уклоном. На нем находится магнитный сепаратор, необходимый для задержания металлических элементов, которые могут содержаться в загрязненной почве. Десорбер – это роторный испаритель, работающий по принципу противотока. Загрязненная почва разогревается в нем до температуры 450 градусов по Цельсию, и таким образом углеводорода эвакуируется путем выпаривания. Обработанная земля выгружается с помощью шнекового конвейера, охлаждается водой в охлаждающей части станции до 110 градусов по Цельсию, после чего откачивается с помощью конвейера длиной 10 метров. Полученный материал выгружается в транспортные средства или на площадке для хранения. Газы и пары, возникающие в результате десорбции, содержат частицы пыли и должны пройти через циклонные сепараторы. Собранная в циклонах пыль передается группе питающих шнеков, после чего перенаправляется в часть первой трети десорбера. Камера термического окисления газообразных отходов является термоокислителем прямого пламени. Здесь газы разогреваются до температуры 850 градусов и окисляются. Эта конструкция дает возможность собрать большое разнообразие концентрированных летучих органических веществ. Полученные газы охлаждаются через теплообменники газ-воздух в два этапа при максимальной температуре 160-180 градусов. На впускной трубе мешочного фильтра установлен датчик-канализатор газа, который измеряет количество вредных веществ, при этом регулируя всю систему. Образовавшаяся при встряхивании мешков пыль передается системе питающих шнеков, откуда доходит до главного шнека, транспортирующего деконтаминированную землю. После переработки образовавшийся материал будет передан на физико-химический лабораторный анализ для определения степени реабилитации и идентификации метода восстановления или окончательного удаления образовавшего инертного материала. Образовавшийся в процессе термической десорбции материал будет временно храниться на специально разработанной платформе, с которой будут взяты на анализ в собственную аккредитованную лабораторию образцы обработанного материала. Производится оценка полученного материала, по результатам которой выносится решение о дальнейшем его использовании или его хранении на соответствующих платформах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова